Здравствуйте! Мы студенты 2-го курса 13-й группы лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета имени Розумовского. Александрова Екатерина. Бокова Екатерина. Кобя Макарина. Мы представляем свой проект на тему «Гистоморфологические изменения в слизистой желудке при обострении язвенной болезни». В настоящее время язвенное болезнь желудка является одной из самых распространенных патологий среди заболеваний пищеварительной системы. По различным физиологическим данным ВОЗ, язвенная болезнь встречается примерно у 10-15% населения земного шара. В России диагностировано более 3 миллионов пациентов с язвенной болезнью. Распространенность данного заболевания составляет более 5-10% населения, продолжая ежегодно увеличиваться. Цель исследования. Изучить изменения структур желудка, связанных с обострением язвенной болезни. Материалы и методы исследования. Изучение гистологического препарата с листью желудка с обострением язвенной болезни. Язвенная болезнь представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии. Язва – это дефект ткани стенки желудка с перифокальными изменениями воспалительного или дегенеративного характера. В большинстве случаев язва желудка являются одиночными и реже множественными. Также в редких случаях отмечается сочетание язвы желудка и 12-верстной кишки. Виды язв – острая и хроническая. Размеры язвы варьируются от 0,5 до 3 см. Основным инфекционным агентом, приводящим к развитию язвенной болезни, является хеликобактер пилори. По своим биологическим свойствам данная бактерия относится к микроорганизмам с окислительным типом метаболизма, вырабатывающим ферменты, повреждающие эпителиальные клетки, образуя в них адгезивный бактериальный слой, тем самым участвуя в развитии язвенных поражений желудка. Среди причин, ведущих к язвенным болезням, также выделяют наследственную предрасположенность, неконтролируемый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, нервно-психические факторы, алиментарные факторы, вредные привычки, нарушение равновесия между агрессивными факторами желудочного сока и защитными свойствами слизистой оболочки. Морфогенез язвенной болезни включается в следующие стадии – это эрозия, острая язва и хроническая язва. Эрозия – это дефекты слизистой оболочки, которые не проникают за пределы мышечной пластинки. Над ней их определяется соляно-кислогематин. Острые язвы желудка локализуются чаще по малой кривизне, в антропилорической части. Могут быть и по большой кривизне. Они обычно множественны и чаще имеют округлую форму, диаметром около от 1 до 1,5 см. Дно темно-коричневого цвета из-за отложения гемоглобиногенного пигмента соляно-кислого гематина. Троя и дно язвы имеют мягкую консистенцию, не уплотнены. Рисунок складок слизистой оболочки не изменен. В некоторых случаях острая язва может распространиться на мышечный слой или даже на серозную оболочку, что может привести к перитонитру. Острые глубокие язвы приобретают форму воронки, основанием обращенной к слизистой желудке, а вверху – к серозной оболочке. Острые язвы желудка в области малой кривизны часто плохо заживают и переходят в хроническую язву. Возможное осложнение – это сжелудочное кровотечение. Характер микроскопических изменений язвы зависит от стадии заболевания. При обострении дно язвы состоит из четырех слоев. Первый, самый верхний слой, представлен беструктурными эгротическими массами, слизью, фибрином, дисквамированными эпителиальными клетками, лейкоцитами и эритроцитами. Второй слой – зона фибриноидного некроза. Толщина его прерывистая и составляет от 1 до 1,5 мм. При быстропрогрессирующем процессе альтерации слой фибриноидного некроза резко утолщен, так как образование этого слоя связано с пропитыванием коллагеновых волокон фибриногеном плазмы, а выраженность эксудации зависит от интенсивности и длительности обострения. Третий слой дно язвы определяется не всегда. Он представлен грануляционной тканью и большим числом сосудов. Здесь отмечается выраженная в различной степени плазмолимфоцитарная инфильтрация и склероз. При прогрессировании альтерации этот слой подвергается фибриноидному некрозу, а при заживлении язвы – рубцеванию. Четвертый слой представлен соединительной тканью различной степени зрелости, которая распространяется далеко за пределами макроскопического определяемого края язвенного дефекта. Значительным изменением подвергаются кровеносные сосуды, чаще артерии, расположенные в области язвы. Отмечается воспалительная инфильтрация и фибриноидный некроз стенок – тромбон. Морфологические изменения. При прогрессировании язвы дефект увеличивается в размерах в ширину и в глубину. Эти увеличения размеров происходят за счет разрушения краев язвы. Кроме того, в окружности язвы могут образовываться новые острые язвы и эрозии, которые, сливаясь, могут увеличивать размер первичного язвенного дефекта. Процесс заживления язвы начинается с отложения некротических масс дна язвы. Вслед за этим начинается процесс эпитализации. Постепенно при заживлении язвы эпители становятся более высокими. Клетки его начинают продуцировать сливь. В дальнейшем начинают формироваться желудочные ямки, а затем железы. Развитию хронической язвы предшествует эрозию и острая язва желудка. В период обострения язвы покрыт некротическими массами, фиброзно-гнойным оксидантом. Могут быть сгустки крови. Слизистая в краях язва отечная гиперемирована. В период ремиссии дно представлено рубцовой тканью, гладкая, плотная, края также плотной консистенции. Острая язва представляет собой глубокий дефект слизистой оболочки, часто и подслизистой. Могут быть поражены все слои. В основе острой язвы может лежать не воспалительный процесс, а некроз с отчетливыми изменениями в сосудах. Заживает острая язва чаще без рубца. Основными патогенными факторами возникновения язвенной болезни будут являться нарушение равновесия между агрессивными факторами желудочного сока, соляной кислоты и ферментов и защитными свойствами слизистой оболочки, обновлением эпителия, выработкой слизи, адекватным кровоснабжением, выработкой гормонов простагландинов. Спасибо за внимание!